Во время самоизоляции музей не прекратил работу, то есть мы работали в онлайн-режиме, мы переводили наши выставки как стационарные, так и передвижные в онлайн-формат. То есть мы на сайте музея, и у нас страница в Одноклассниках, выкладывали наши виртуальные выставочные альбомы, допустим, такие, как «От солдата до генерала», рассказывающий о нашем земляке Константина Федоровича Телегине, о пограничном братстве Татарского района. На сайте историко-краеведческого музея также можно посетить экскурсии в онлайн-формате. С 25 июня учреждение после долгого перерыва возобновило свою работу с соблюдением всех мер безопасности. В день не более пяти человек могут прийти в музей как на индивидуальные, так и групповые экскурсии. За пополнение музейного фонда на протяжении 27 лет следит главный хранитель Людмила Харламова. На сегодняшний день дарители у нас 2558 человек, а экспонатов 37 251. За пять лет у нас подарили, 132 дарителя подарили 754 экспоната. Из них основного фонда у нас числится 15 тысяч экспонатов. Дети то монетки принесут, но взрослые более-менее такие вот, то чемоданы, тут недавно нам саквояж подарили, который не был у нас в музее такого. Ну, много-много. То авоськи, то картины, книг очень много нам дарят. Так что различные экспонаты у нас. 13 февраля 1984 года было принято решение об открытии в городе исторического музея. Возводился музей методом народной стройки. Многие трудовые коллективы города и района приняли участие не только в строительстве здания, но и в пополнении музейного фонда. И вот 5 июля 1985 года музей открыл свои двери для первых посетителей. Возглавил учреждение Николай Яковлевич Савченко. На территории музея продолжаются работы по строительству педестала для установки. На этот педестал танка Т-34. Танк в честь первого героя Советского Союза в сухопутных войсках, нашего земляка Грязнова, родом из Козловки. В феврале 2009 года Совет депутатов города Татарска принял решение о переименовании музея и присвоении ему имени Николая Яковлевича Савченко. Это был очень активный человек. Это был человек-легенда, как мы можем сказать. Он жил идеей создания музея. Он воплотил ее в жизнь. Все экспонаты, которые мы видим на территории музея, в музее, были по крупицам собраны руками этого человека. Ну а мы уже пополняем экспозиции и бережно храним. В музее созданы и открыты десятки экспозиций, отражающие историю нашей малой родины, отдельных предприятий и хозяйств. Имеются выставки, посвященные героям Советского Союза и социалистического труда, почетным и заслуженным гражданам города и района. Совсем недавно была оформлена выставка, посвященная комсомольской юности, на которой представлены фотографии наших земляков. Также в настоящее время идет активная работа к юбилею района. За год у нас где-то проходит около 85 выставок. С каждым годом они увеличиваются. У нас также около 25, а может быть и даже и более, выездных только выставок. Мы практически всегда, где бы нас ни попросили, посещаем. Вот когда и проходит месячник, мы стараемся выездные выставки проводить. И даже приглашаем на выездные выставки и участников военных действий. Практически каждый день дарители несут в музей различные экспонаты. Так, в 2019 году зал природы пополнился чучелом медведя. Данный представитель фауны в музейной коллекции появился впервые. Экспонат был доставлен из Красноярска Владимиром Рингартом. Кроме чучела медведя, работники музея гордятся и другими своими экспонатами. Хотелось бы отметить, допустим, такие экспонаты, как фрагмент черепа шерстистого носорога. Очень интересен этот экспонат. Этот экспонат времен ледникового периода. 70 тысяч лет назад, можно сказать, такие вот шерстистые носороги обитали на территории нашего района. И вот этот экспонат был подарен нам в 2017 году местными жителями. Рыбаки, рыбатели на берегу реки Омь и нашли вот этот вот замечательный экспонат.